Если ты хочешь привнести звук от просмотра фильма в кинотеатре прямо в свой дом, тебе понадобится правильная система домашнего кинотеатра. В этом видео мы разбиваем 5 лучших систем домашнего кинотеатра на рынке в этом году на основе соотношения цены и производительности ситуаций, в которых они будут использоваться. Мы включаем продукты в любой бюджетный ассортимент, так что независимо от того, хотите ли вы лучшего по цене или хотите лучшего из лучших, у нас будет идеальный вариант для вас. Так что если тебе интересно узнать, какая система домашнего кинотеатра подойдет тебе лучше всего, оставайся с нами. Все ссылки, чтобы найти лучшие цены на все продукты, упомянутые в этом видео, будут в описании ниже. Продукты, упомянутые в этом видео, расположены не в точном порядке, поэтому обязательно следите за обновлениями до конца, чтобы ничего не пропустить. Первый на Yamaha IHT-4950U. Система домашнего кинотеатра Yamaha IHT-4950U. Предназначена для обеспечения чистого сбалансированного звука для ваших любимых фильмов, телешоу, музыки и видеоигр, и включает в себя EV-ресивер, комплект из пяти динамиков. Сабвуфер и все провода, необходимые для подключения всего. Эта система домашнего кинотеатра обеспечивает общую выходную мощность до 145 Вт, включая 50-ваттный сабвуфер. Он также поддерживает беспроводную потоковую передачу звука по Bluetooth, 4 канала KEY-HDR, а также имеет 4 входа HDMI и 1 выход, который поддерживает акт для передачи звука на основе дисплея из встроенных приложений дисплея на приемник. В то время как поддерживаемые форматы HD Audio включают Dolby TrueHD и TTS-HD Master Audio. Для удобства настройки ресивер оснащен функцией оптимизации звука IPAO от Yamaha, которая использует микрофон для анализа акустики вашего помещения и настройки выходного сигнала системы. Поставь включенный микрофон в положение прослушивания и запустите IPAO, чтобы настроить систему на оптимальную производительность. Приемник также пропускает видео в формате 4K ADD со скоростью 60 кадров в секунду, так что вы можете наслаждаться качеством видео в формате 4K и более широкой цветовой гаммой BT 2020 без ухудшения качества. И все порты HDMI также совместимы с HDPE 2,2, так что вы можете подключать внешние устройства с 4K, такие как проигрыватель Blu-ray Ultra HD. Взглянув на входящие в комплект колонки, вы увидите, что у вас есть два фронтальных динамика с отражением басов, динамик центрального канала с акустической подвеской, два динамика объемного звучания с отражением басов и портированный сабвуфер для обеспечения чистого сбалансированного звука на всех типах носителей. Если ты ищешь систему домашнего кинотеатра, в которой есть все необходимое по разумной цене, Yamaha ICT 4950U может стать идеальной системой для тебя. Он отличается простой настройкой и поставляется в комплекте со всем необходимым для запуска. Следующая система объемного звучания Clips Black Reference Feater Pack 5,1. Clips Black Reference Feater Pack – это система объемного звучания 5,1, которая обеспечивает отличную производительность, не занимая много места. Поэтому она идеально подходит для квартир или небольших комнат. Если ты ограничен в пространстве, есть несколько звуковых панелей, которые ты мог бы купить, чтобы улучшить звук, исходящий от твоего телевизора. Но если вы действительно хотите воспользоваться преимуществами эффектов объемного звучания на заднем канале, лучший способ, которым вы могли бы воспользоваться – это приобрести систему объемного звучания Clips Black Reference Feater Pack 5,1. Каждый из его четырех сателлитных динамиков крошечный, но пусть их размер не вводит тебя в заблуждение. Вместе они могут наполнить маленькую или среднюю комнату объемным звуковым полем, с которым не сравнится ни одна звуковая панель или стереосистема. Система состоит из четырех идентичных сателлитов, которые оснащены культовыми медными драйверами имк от Clipsch размером 3,5 дюйма в сочетании с 0,75 дюймовым рупорным твиттером. Сателлиты соединены с центральным каналом, который использует второй 3,5 дюймовый драйвер в корпусе большего размера. Система комплектуется 8-дюймовым беспроводным сабвуфером, размещенным в корпусе площадью примерно в квадратный фут, и использует беспроводной прием и передатчик для подключения к источнику питания и каналу ELF на вашем AVI-ресивере. Учитывая ультракомпактные размеры динамиков, динамический диапазон довольно впечатляющий, даже когда громкость была увеличена довольно сильно. Ясность остается неизменной, а разборчивость диалога никогда не ставится под сомнение в экшн-сценах. Саб выдает, когда это необходимо, обеспечивая оглушительный рев, сопровождающий действия на экране. А когда все успокоится, ты сможешь услышать такие детали, как жужжание насекомых и птиц с отличным разрешением мельчайших деталей. Если ты хочешь иметь полноценную систему 5,1 поверх звуковой панели в своем меньшем пространстве. Система объемного звучания Clips Black Reference Feater Pack 5,1 – идеальный вариант для тебя. Ты получишь непоколебимую производительность без необходимости иметь дело с большим пространством, воровскими динамиками и отличным объемным звуком 5,1. Следующий – домашний кинотеатр Visio M Series 5,12. Мы выбрали систему домашнего кинотеатра с наилучшим соотношением цены и качества – Visio M5126. Отличная система для тех, кто хочет воспользоваться преимуществами пространственного звука Dolby Atmos по относительно доступной цене. Эта система домашнего кинотеатра обеспечивает сбалансированный звук, предлагает хорошую настройку и отличное ощущение пространства. Как и Yamaha IHT-4950U и Clips Black Reference Feater Pack, серия M состоит из пяти каналов с одним сабвуфером и добавляет еще два мощных динамика Atmos. Сама звуковая панель содержит центральные левые и правые каналы, а также два мощных динамика Atmos. Сабвуфер подключается к звуковой панели по беспроводной сети, но два сателлитных динамика подключены к кабелю и должны быть подключены к сабвуферу. С точки зрения качества звука, M-серия хорошо сбалансирована, и у вас есть отличное ощущение пространства благодаря сателлитным динамикам, расположенным позади вас. Звуковая сцена довольно широкая, но ей не хватает точности, присущей более дорогим звуковым панелям и динамикам. А это значит, что вы не сможете точно определить, откуда доносятся разные звуки. Помимо этого, фильмы определенно более захватывающие, а динамики Dolby Atmos отлично справляются с задачей создания ощущения высоты. Что касается басов, крошечный шестидюймовый сабвуфер хорошо справляется с глубоким звучанием, внутреннего воздействия, как сабвуфер большего размера. Несмотря на базовые функции, основной опыт M-Series очень хорош. Звуковая панель поддерживает HDMI и АК, поэтому она может включать и выключать ваш телевизор, а прилагаемый пульт дистанционного управления удивительно надежен. С небольшим светодиодным экраном, который позволяет вам знать, какие настройки вы меняете. И всем, начиная от эквалайзера, баланса, входов и других настроек, можно управлять с помощью физического пульта дистанционного управления. Если ты ищешь доступный способ привнести Dolby Atmos в свой дом, звуковая панель домашнего кинотеатра Vizio M-Series 5,12 – хороший выбор. Это не многофункциональное устройство и, возможно, не обладает мощью более дорогих систем, но оно выполняет свою работу по разумной цене. Если тебя интересуют обновленные цены на любой из товаров, упомянутых в этом видео, обязательно ознакомьтесь со ссылками ниже. Цены на эти продукты обновляются почти ежедневно в связи с продажами и общим падением цен. Так что, если ты хочешь найти самую свежую информацию, проверь описание. Если ты находишь это видео полезным, пожалуйста, помоги каналу, поставив этому видео лайк и скажи нам, какой продукт привлек твое внимание в комментариях ниже. Следующий шаг – система домашнего кинотеатра Anos 5,1 Channel. Мы выбрали лучшую систему умного домашнего кинотеатра. Пункт 5,1 – канальная система домашнего кинотеатра Anos обеспечивает исключительное качество звука в системе умного домашнего кинотеатра 5,1, со встроенным Google Assistant и Amazon Alexa. Добавление задних динамиков в Mix меняет все, делая систему способной быть одновременно утонченной и полностью привлекательной. В зависимости от того, что ты смотришь. Задние динамики тоже можно использовать для передачи позиционного звука. Смотря фильм с саундтреком Adobe Atmos, вы можете увидеть, как персонаж говорит, когда камера поворачивается, выстраиваясь в линию с движением камеры, заставляя вас чувствовать себя полностью вовлеченным. В боевиках ты можешь услышать свист пуль, пролетающих мимо тебя, или почувствовать, что находишься в центре действия во время автомобильной погони. Так что, хотя Ак сама по себе может обеспечить звук, заполняющий комнату, добавление задних динамиков – это то, что действительно имеет большое значение. И дает вам большую степень позиционирования и вовлеченности. Сабвуфер в форме пончика добавляет слой впечатляющих низких частот к миксу, и в этот пакет входит сабвуфер третьего поколения. Так что он поставляется с дополнительными преимуществами модернизированного процессора и беспроводного чипа. Несмотря на то, что он отлично смотрится, сидя на открытом воздухе, ты можешь убрать его с дороги под диван, если хочешь. Снова возвращаясь к дуге сама по себе, она может выдавать впечатляющие басы, но переход от низких частот к средним не самый плавный. Добавление саб-изменений, которые фокусируются исключительно на низких частотах, создавая более глубокие и громкие басы. Если ты ищешь лучшую систему домашнего кинотеатра, которую ты можешь получить прямо сейчас, которая может легко интегрироваться в твой умный дом. 5,1 канальная система домашнего кинотеатра ОНОС – идеальный вариант для тебя. Он состоит из отдельных компонентов ОНОС, которые могут работать по отдельности и объединяться, создавая высококачественную, очень привлекательную систему домашнего кинотеатра. И последнее, но не менее важное – 5,1 канальная система домашнего кинотеатра Паул Кодио. Пункт 5.1. Канальная система домашнего кинотеатра Паул Кодио позволяет вам наслаждаться лучшим качеством звука с вашего телевизора, не тратя много денег. Эта система создает домашний кинотеатр 5,1 с 5 динамиками и мощным сабвуфером. Динамики, входящие в состав этой системы, совместимы с большинством AV-ресиверов и включают в себя два 150-ваттных напольных динамика Paul Kodeo T50, оснащенных 1-дюймовым твиттером, 6,5-дюймовым драйвером и 2-мя 6,5-дюймовыми басовыми излучателями, которые создают естественный, тёплый звук, проникающий в всё части комнаты. Центральный канал обрабатывается 100-ваттным динамиком центрального канала Paul Kodeo T30, который оснащен 1-дюймовым твиттером и 2,5-дюймовыми динамическими сбалансированными драйверами, которые производят хорошо сбалансированный звук с хорошим количеством басов. Для фронтальных левых, правых или тыловых колонок 100-ваттные книжные колонки Paul Kodeo T15 справятся с этой задачей, обеспечивая детализированный звук с кристально чистым вокалом и способностью заполнить любую комнату малого и среднего размера. Весь звук, который производят эти колонки, основан на низкочастотной основе, обеспечиваемой 100-ваттным сабвуфером Paul Kodeo South N. Комбинация 10-дюймового НЧ-динамика и направленного порта обеспечивает точные басы с дополнительной глубиной, которые оживляют фильмы и музыку без искажений. Кроме того, вы можете превратить этот комплект домашнего кинотеатра в систему 7,1, добавив еще два динамика T15, и используя одну пару в качестве фронтальных или лево-правых динамиков, а другую в качестве тыловых динамиков. Или даже система 9,1, добавив еще два динамика для каналов фронтальной высоты. Все зависит от того, что может вместить твой AV-ресивер. Если вы покупаете систему домашнего кинотеатра с ограниченным бюджетом, 5,1 канальная система домашнего кинотеатра Paul Kodeo – хороший выбор. Ты будешь наслаждаться детализированным и более мощным звуком, чем ты мог бы получить только от своего телевизора. И есть много возможностей для перехода на большее количество каналов в будущем. Если вам, ребята, понравилось это видео или это видео помогло вам, пожалуйста, поставьте видео лайк. Ссылки на все упомянутые продукты находятся в описании ниже. Если ты новичок на канале, нажми кнопку подписаться, чтобы быть в курсе последних достижений в области технологий. До следующего раза! Субтитры сделал DimaTorzok